Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы находимся на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Гончарова. Здесь друг на друга смотрят два лучших памятника архитектуры. Они образуют единую композицию домов с эркерами, то есть выступающими из плоскости фасада помещениями и башенками. История дома под номером 50 прослеживается со второй половины XIX века. Он часто менял хозяев. Последним его владельцем был купец Александр Тимофеевич Токарев. Александр Тимофеевич Токарев родился в Буинске, в Симбирской губернии. Сегодня это республика Татарстан. Он учился в Казани и там же уверенно постигал азы типографского мастерства. В 1870 году он приехал в Симбирск и устроился в частную типографию Анучина, наборщиком, а затем стал управляющим. Собственную типографию Александр Тимофеевич официально открыл в 1885 году. А через пять лет Токарев получил разрешение на открытие литографии, после чего его полиграфическое предприятие стало именоваться «Типолитография Токарева». Первоначально она располагалась в дворовой части дома крестьянина Михаила Зонова, мужа его сестры, на углу Большой Саратовской, сегодня это улица Гончарова, и Сенной, современной улицы Дмитрия Ульянова. В 1903 году Токарев приобрел дом в собственность. Спустя 10 лет он полностью перестроил домовладение вместе с типографией по проекту городского архитектора Феофана Больсова. В результате в центре города возник незаурядный архитектурный ансамбль. В типолитографии Токарева печатались журналы заседаний Симбирской городской думы, Симбирские эпохиальные ведомости, документы Симбирской губернской архивной ученой комиссии. Также здесь была напечатана книга краеведа Павла Любимовича Мартынова. Город Симбирск за 250 лет его существования. Библия симбирского краеведения. В январе 1918 года в его типографии было издано послание святейшего патриарха всея Руси Тихона. 3000 экземпляров во звание вскоре были конфискованы красногвардейцами. На Александра Тимофеевича наложили контрибуцию в 20 тысяч рублей, грозя при неуплате тюрьмой и даже расстрелом. В августе 1918 года во время захвата Симбирска белыми частями Камучи купец второй гильдии Токарев поспрял духом и даже баллотировался в Симбирскую городскую думу. Согласно предвыборным документам, на тот момент ему было 72 года. Но вскоре в Симбирске вновь установилась советская власть. Дальнейшая судьба Токарева неизвестна. Есть версия, что в 1919 году он был расстрелян за контрреволюционную деятельность. С 1920 по 1990 годы в бывшем доме Токарева располагалось центральное отделение Государственного банка. Здание неоднократно перестраивалось. В 1999 году оно было передано управлению Федерального казначейства Ульяновской области. В 2003 годах была проведена здесь реставрация уличных фасадов здания. Старая дубовая дверь главного входа заменена новой повторяющей пропорции рисунок прежней. Следующее красивое двухэтажное здание в стиле модерн на улице Гончарова, 52, бросается в глаза каждому прохожему. На протяжении 19-го столетия дом не раз менял хозяев. В 1891 году его приобрел купец Василий Афанасьевич Арацков. Василий Афанасьевич Арацков, купец первой гильдии, в начале 20-го века уже являлся предпринимателем крупного масштаба. В 1902 году при даче Кушеевской суконной фабрики он покупает суконную фабрику в Рязанской губернии. В 1910 году Арацкову принадлежали уже хрустальные и лесопильные заводы, пять суконных складов в разных городах России. В 1908 году здание представляло собой двухэтажный, без декора, в девять цветовых осей дом. Спустя два года к нему был надстроен антресольный этаж. Форма эркера с балконом и характерный рисунок орнамента Фриза позволяют предполагать, что в последней перестройке дома принимал участие архитектор Федор Левчак. После реконструкции здание обрело свой современный облик. Когда строительство завершилось, семья Арацковых заняла верхний этаж дома под квартиру и контору только что созданного товарищества Ишеевской мануфактуры Арацкого. Нижний этаж сдавался в наем под аптеку и торговые заведения. Первая мировая война внесла свои коррективы в деятельность суконных фабрикантов, в том числе и Арацковых. Производство армейского сукна выросло почти на треть. Но в 1919 году все фабрики Арацковых встали, а вскоре были национализированы. В 1920 году их хозяева покинули Россию. Последние дома по четной стороне улицы Гончарова шедеврами зодчества не являются. Это особенно бросается в глаза по контрасту с великолепным домом Арацкого. Интересно, что под номером 54 сразу несколько домов. С севера к дому Арацкого примыкает двухэтажное административно-хозяйственное строение 54А. Дом, расположенный южнее, больше, выше и старше соседа. Он был построен в первой половине XIX века. Усадьба с этим домом и другими постройками принадлежала братьям-купцам Матвею и Михаилу Яковлевичем Крыловым. Позже усадьба перешла во владение жене доктора медицины Елизавете Александровне Грязновой. Александр Александрович Грязнов, муж Елизаветы Александровны, был врачом. Во время гражданской войны судьба Грязновых забросила в Омск, где Александр Александрович основал кафедру акушерства и гинекологии, которой сейчас гордится Омский государственный медицинский университет. Соседний небольшой двухэтажный дом под номером 54 принадлежал симбирскому купцу второй гильдии Ивану Петровичу Костюрину. 15 сентября 1880 года в Симбирской городской думе было принято решение открыть здесь 5-е приходское женское училище. Дом был сдан купцами сроком с 25 сентября 1880 года до 1 июля 1881 года из расчета 400 рублей в год. С момента открытия приходского женского училища заведующей в нем работала Вера Васильевна Кашкадамова, будущим известный педагог. В 1881 году Илья Николаевич Ульянов, директор народных училищ в Симбирской губернии, назначил к ней помощницей свою дочь Анну, которой на тот момент было всего 16 лет. Последнее здание почетной стороне улицы Гончарова – четырехэтажный жилой дом на углу бульвара Пластова, номер 56, дробь 2. В 1911 году на этом месте стояли два дома и три флигеля. Эта недвижимость принадлежала купцам Завьяловым. Именно по их фамилии участок нынешнего бульвара Пластова именовался Завьяловской площадью. К ней примыкали Завьяловский переулок и Завьяловский спуск в Волге. В начале 1950-х годов остатки Завьяловских построек снесли. В 1952 году на их месте начали строительство жилого дома для летного и технического персонала Ульяновской школы высшей летной подготовки гражданского воздушного флота. Старожилы и сейчас называют его домом летчиков. Спроектировал его архитектор Сергей Яковлевич Проценко. Субтитры подогнал «Симон»